Добрый день, меня зовут Максим. Сегодня мы сделали вылазку в столицу штата, город Линкольн. Паразмером он гораздо меньше, омольден. По-моему, столицу штата сюда перенесли в начале 20 века. Градишка маленькая, небоскребов нет, и мы сейчас находимся в Даунтауне. Наблюдаем первый раз вот такие вот небольшие американские пробки, люди уже едут с работы. Что мы делали в Линкольне? В Линкольне мы посетили несколько музеев. Размер, конечно, смешной этих музеев. Не сравнится ни с Канзасом, ни с Чикаго, даже с Омахой, буквально там по одному залу. Перекусили в Эпплбин, сняли небольшое видео про уличного музыканта. Все мы это выложим у нас на канале. А сейчас будет такая небольшая обзорная экскурсия по Линкольне, чтобы вы представляли, как тут выглядит такой вот небольшой захолустный американский городок. Хотя, еще раз говорю, это столица штата, просто он производит такое впечатление провинциальности. Сейчас разгорится зеленый свет. Вот зеленый свет. Будет нам счастье. Есть. Счастье и удача случится в нашем мире. Готовьтесь к левому повороту через 440 метров. Здесь располагается очень много государственных учреждений. Располагается капитолий, в который достаточно часто люди из Омыши приезжают заверять какие-то официальные документы. В том числе я поставил. Очень много государственных учреждений. Я знаю как минимум 5 человек из Омыши, из наших русских, кто сюда регулярно каждый день ездит на работу. По дистанции приблизительно получается 35-45 минут езды от Омыши, если в быстром темпе забираться. Что-то нам не повезло. Ловим сейчас все красные светофоры. Пока едем, расскажу. Одно из интересных достопримечательностей Линкольна, это стоит капитолий. Он есть в каждом городе. В основном все знают про капитолий, тот самый, который показывают в Вашингтоне. Но, тем не менее, в каждом штате есть такое здание. В городе Линкольне он очень необычный. Зин, покажи его, пожалуйста. Вот. Вот такое здание. Подобных зданий, вот такой архитектурой, в Америке только, по-моему, в двух или трех штатах. Вот такой вертикальный капитолий, это очень необычное здание. Я еще о нем сниму ролик, не сегодня, потому что у нас уже не к времени, мы уже едем домой. Построено это здание было в 30-е годы. Я уже рассказывал про архитектора, который принимал участие в строительстве. Сделан на стиле арт-деко. Очень сильно декорировано внутри. Очень интересное здание само по себе. Любой желающий может войти в Капитолий, подняться наверх. Покажи, вот, Бог, покажи его наверх. Видишь? Я думаю, что имеет смысл у Капитолии снять отдельный ролик. Через 10 метров поверните налево. Затем поверните налево. Вы уклонились от машины. Вот, ну и оставайтесь с нами на канале и следите за развитием событий. Затем поверните налево.